Финал, их проход в гранд-финал еще не определен, но я в них однозначно верю. А может быть ты пророчила, как считаешь, могло быть? Не то чтобы могло быть, а может быть и может быть вполне, потому как, знаешь, вот эта вот сборка Eternal Heavy, такое ощущение, как будто он, знаешь, а я и с этим билдом смогу одолеть эту команду. Я покажу, на что я способен. Он просто свой психологический билд показывал, насколько он играет. Или же это было психологическое давление? Все возможно. Факт остается фактом NP, баннер Shadow Demon Draw Ranger, а вот Станкинг из команды FDL ответил баном Бэтрайдера и думает над вторым баном, я бы на его месте, с учетом того, что первый пик не у него, может быть даже забанил того самого OD, на котором так любит играть 747, но и против него OD заехать может. Нет, это бестмастер и выключают хардлейнеров и контроль, обратите внимание. Да, конечно же, не знаю почему, не забанил OD, видимо не боятся и больше опасаются от нахта повтора бестмастера, повтора стратегии с бестмастером, но NP забирают себе OD, не отдают его 747, как в первой картине, не совершают той же ошибки и говорят, знаете, у нас есть Eternal Heavy, у нас есть AO2000 и кто-нибудь из них обязательно OD исполнит, не хуже, чем 747. Да, действительно, OD сейчас неплохо смотрится, неплохо смотрится именно в американских метах, я бы не ставил его на какие-то первые позиции в Китае, там уже давно показывают разного плана Dota, а в Европе и в СНГ в принципе про 2 раз забывать стали, но в любом случае NP отыграют и вот вопрос, да, ты права, для кого он, для Envy или для Aue, в мид пойдет он или пойдет он фармить легкую, но если это вдруг для товарища Envy, то я тут же и статистику могу свеженькую подогнать. Две игры у Envy за последнее время, 100% побед, достаточно серьезный OD, недавно выигрывавший у VEGA в рамках Dream League на групповой стадии, у той самой VEGA Squadron, да, так что там было все легко для товарища. OD от товарища Envy, Envy закончилась со счетом 5-1-8, но судя по счету матч не особо был затяжной и несложный, и не знаю даже из-за Джеки Мау это было или нет, я как-то ту карту мимо себя пропустил. Правда, мое ОГО относилось не к статистике, а к появлению лайфстилера на второй пик у FDL, естественно NP поспешили ответить Terrorblade, чей ультимейт, а именно Сандер, бьет сквозь восприимчивость магии, который может позволить себе сапнуть хп даже в рейдж, сразу же раскрыли кэри, не побоялись. Ну, я на их месте и не боялся бы так делать, все они сделали правильно, если есть повод рисковать, рискуй, если ты уверен в герое, действуй, но опять же, вот это отсутствие дэмэджа по копиям и наличие Terrorblade, я даже не знаю, что делать с NP, ребятам из FDL. Да, первые два пика однозначно выглядят внушительнее у NP, нежели чем у FDL. Я вспоминаю все время Сенткинга, который с Аганимом очень жестко через Каустик Файнал, который проходит из Бару Страйка, может доминировать иллюзии и создавать ей проблему. Также пытаюсь понять, какие еще способы контра этого Terrorblade есть, сейчас бы нам NS в студию аналитики было бы чуть попроще, но своими силами здесь будем разбираться. Давай, Дарья, предполагай, кого ты хотела бы увидеть против Terrorblade для команды FDL? Ну, против Terrorblade неплох аппарат, но аппарат в сочетании с Oracle выглядит, возможно, не самое сильное сочетание героев. Тогда что же это может быть? Это может быть ранняя агрессия, если вы придете драться против Terrorblade, но для этого нужно добрать какого-то стронг, какого-то серьезного саппорта в этот реплу к Лайфстилеру и Ораклу. Но даже не знаю, очень уверены пик от NP, и мне кажется, что они явно знают, как и что делать. Мы с тобой уже как-то комментировали игру, в которой Terrorblade выкачал Сандер на шестом, понимаешь, да, на что я намекаю, где потом трех Сандеров не было. И поэтому в бане оказался Рикимару, то есть Туча не давала бы Terrorblade кастоваться, и мне кажется, что нужно от команды FDL набирать именно контроль, то есть Terrorblade нужно убивать, когда он тебя бить не может. Я вспомнил бы о Леоне, Манадрейн минус копия, Хекс минус копия, то есть сама Terrorblade можно было бы уже разделывать. Как можно раньше нужно этого ТВ агрессировать, и TeamNP это понимает, поэтому и делают вот такие вот точечные баны, как Рикимару. Рики, Рики, да. Рики бы не хотелось видеть против себя ребятам из NP, благо, что Энви возможность отлучить его обладает. Но вот мне непонятен байан товарища Воида, ведь если у вас, хотя если есть лайфстилер, наверное, и контрить тогда уж нечем было Terrorblade в хроносфере, забирая свои слова обратно, вот ОД, пожалуй, в хроносферу бы задамажил. И ОД, и Terrorblade у героя отлично подходят для того, чтобы бить хроносферу, так что банк там он оправданный. Более того, они также забанили Бестмастера, который бил бы сквозь рейдж. Ну, я говорю же, ну не страшно TeamNP пока что играть против этого лайфстилера. Есть Астрал, чтобы сбить таргет, сбить фокус лайфстилера кого-либо. Есть Terrorblade с ультимейтом, и если вдруг на него придется этот фокус, то он свапнется хп, независимо от обстоятельств. И пока что все это законтрить может только какой-либо контроль. Из контроля пока что у FDL появился Sandking. Нужно что-то еще. Ну, вспомнишь мои слова, когда у Sandking появится Аганим Септер, я уверен, именно под Аганим раздумывают FDL качать Sandking и одевать его в этот Аганим. И я жду, когда, возможно, даже заедет Алхимик для FDL, ведь Аганим смотрится там уже на трех персонажах отменно. Смотрится отменно, но заедет ли этот Алхимик вопрос большой. Ну, стоять против FD, конечно, Алхимику не то, чтобы прям совсем по кайфу, будет сложновато. И Рубик повышает свои возможности в контроле NP, и я хочу инфест от Рубика. Хочешь инфест от Рубика? Да. Я в нем вижу будущее инфеста от Рубика, это очень круто. И неожиданности может принести Counterblade, которого ты вроде бы пошел гангать, из него вылетает Рубик, начинает там кого-то поднимать и контролить, уничтожать. Рубик опасный парень, не я вот его боюсь. Такое описание, действительно, Террорблейд, из него в раз и Рубик. Ну, по крайней мере, от неожиданности можно и умереть. Искренне в это верю, меня так удивляли. Да, возможно, от смеха, потому что, мне кажется, Рубик не самый сильный персонаж, которого стоит бояться из инфест-бомбы, но это было бы как минимум неожиданно. Для Рубика здесь есть что воровать, есть и станы, и инфесты, и рейджи, и уоракл полно полезных способностей. И НП уже исполняли с Рубиком. Насколько может нам напоминать первая карта. Хоть и не проиграли, Рубик мне понравился. Нет, Рубик вообще красавчик. Я уважаю этого героя, он слишком опасен. То есть своей вариативностью с ультимейтом он слишком опасен. Для команды врага ты трижды задумываешься, когда поднимаешь на какие-то хай-граунды, или когда какую-то драку пытаешься найти с командой врага, ты не знаешь, чего от Рубика ждать. То есть ты от него ждешь как минимум все его обилки, еще и пять своих. Ну вот и в деле подобрали еще одного персонажа а-ля мини-контроллера. Есть Эру у Мираны, которая... И эта Эру может точно прилететь в Борус Страйк, в Ван Ци Лайстилера. Ну и Мирана, скорее всего, займет мид-позицию. Не так хорошо она стоит против ОД, но в целом рано или поздно ее появится Аганим, появится Мейл Шторм, возможно. И эти два предмета помогут справиться с иллюзиями ТБ. Рано или поздно, разумеется, да, но, понимаешь, не самый быстрый артефакт. Не самый. Я жду, когда же... Кстати, вот Мирана, Лайфстилер, Сент-Кинг, Оракл, всем четырем идеально заходят Аганим. Ну, Мирана, причем его сама себе скорее быстрее даже сделает, чем Алхимик. А ты все еще намекаешь на Алхимик, да? Да, да, я, знаешь, такой силой нытья пытаюсь продавить хорошего, интересного героя на карту. Сейчас договоришься, они себе Вингу возьмут. Я даже не произношу, я на этой карте не произношу название имени этого героя вообще. И ты меня не запайтишь. Товарищи из НП и из FDL имеют по последнему бану пятый бан Стэн Кинг. От кого будет избавляться? Мне кажется, здесь явно напрашивается какой-то еще саппорт. Я бы отключал контроллеров. Я бы, может быть, вспоминал и под Леона. Рубик Леон хорошо смотрится, дополняет друг друга. Большой магический прокаст, а Деваур, собственно, будет восполнять ману. Есть у него, разумеется, Эссенс Аура. Будет восполнять ману и позволять тому же самому Леону не тратить время на Дрейны, а просто отдавать свои сплы и кулдауны не самые серьезные у этого персонажа. А знаешь, кого еще в бане нет? Кто отсутствует и кого они при могут взять? Элдер Титану. Кстати, этот парень тоже хорош, но от дайнинга банят FDL. Видимо, нет Наги и не рассчитывают, что как-то легко справится с тамбой. 20 секунд основного времени, 26 дополнительного есть у Энви. И враг должен решить, кого же убрать у ребят из команды FDL. Кого не допустить до игры, и, возможно, это все же будет какой-то хардленер, если с Энтингом припишут роль Роумера. Я не понимаю, куда пропал Тайтхантер. У Террорблейда огромное количество белого дэмэджа, и мы знаем, какой именно дэмэдж режет Террорблейду товарищ Тайтхантер. Мне кажется, Тайтхантер был бы имбой. Вот просто заходишь, команду НП останавливаешь, копии Террорблейда скорее всего погибнут там от Реведжа плюс Анчер Смеша. А дальше, не знаю, воруй, убивай команду НП. Ну да ну нет. Я тебе так скажу. Очень сложно Тайтхантер играть против ОД, против уже взятого Акса, который может и зааграть, в принципе, в мили с ним драться неприятно. И ТБ вместе с Драгонлендзом, ну до него просто-напросто не доберешься. И как стоять на линии против ТБ тоже непонятно. Но я не ценю Тайтхантера в данной мете. Ему нужно брать под определенные пики. Не сказал бы, что под пик FDL он отлично заходит. Мне интересно, появится все-таки незабаненный Титан в пике у НП. Любопытно, что потратили парочку банов FDL на Слардары и Вайда. Кунку, кстати, про Кунку тоже все забыли. И решили взять Кунку еще себе в дополнении. Но мне казалось, что это будет Титан. И мне казалось, что у НП будет Аксом появился в пике. Почему-то в деле не боятся Акса. А его берут очень часто НП. И Кунку также продали. Не ясно совсем. И действительно, команда НП, если цепанет, то, скорее всего, сбежать уже не получится. Если Файт навяжет, то драться придется. Там и Астрал, там и Рубик с его возможностью отправлять в небо. Торрент от Кунки туда же. Команду FDL подбросит. Ну и Крест всегда вернет на ту же точку. В общем, знаешь, какой-то ноу-скейп-гейминг у FDL. Если в драку вяжут, то ощущение, что в ней придется оставаться до победного, либо до сливного. Ну что ж, чем-то закрепить, укрепить FDL должны свой драфт. Ничего себе укрепление. В каком месте, простите, сейчас укрепились ребята из FDL, я не совсем понял. Теряюсь я. Почему-то я теряюсь в эпитетах. Ничего, что я мог бы произнести на стриме, на ум не приходит. Да, я, конечно, помню по обеду над Дувуб ребят из FDL, вот этим самым пуджом, но... Мои эпитеты ты уже слышал? Ну да, как-то против команды НП этот пудж не смотрится. Разный уровень игры у Дувуб и у товарищей из FDL, из NP точнее, Дувуб и NP несравнимы. Собственно, поэтому одни в венерах, одни в лузерах. И надежда, что этот 0-4 на пудже также бодро отыграет, также отвозит весело хуками, не уверен. В общем-то, Ревонгу предстоит стараться на пудже, иначе закинет каточку своим тиммейтам. Я думаю, спасибо они ему за это не скажут. Ну, я тебе напомню, что этот пудж, да, который присутствовал в пике, по-моему, FDL, да, в какой-то момент, все-таки он был взят с ОД, а ОД что он делает? Он прячет, выходит пудж, и можно сделать фраг. С Мираной, по-моему, такое, ну, как бы, ну, не работает. Ну, максимально прохладно, пытаться там и стрелу закомбинить с хуком, а еще у 0-4-го единственный хук в игре, который мне для пуджа не нравится, я же могу быть смотохейтером. А я помню, ты точно так же хейтил этот хук в прошлый раз, я все помню. Да-да, я такой. Кстати, надо по командам пройтись, хейт-хейтам, но время представить. Команды начали, наверное, с НП, они победили на второй, сравняли счет, и достойно того, чтобы их представить первыми. Так, и ты хочешь, чтобы я представила? Конечно. Нет, ты. Ну, ладно, я всегда готов уступить девушке в ее желание. Eternal Envy играет на Outward Devour, на Аксе Rose, на рубрике Ауи 2000, Террорблейд и Кунка в реализации от товарища SVG. Я позволю тебе не прикасаться, не прикасаться к никнейму Пуджа, для которого у тебя якобы ненавистный хук, но сам 0.4 очень любит. И 0.4 это Пудж, Станкинг, Оракл, 747 Мирана, Бин, Мемес, Лайфстилер и МГВ, Станкинг. И это вся команда FDL. FDL цепляются за соломинку, цепляются за эту третью карту, если выиграет... На хуком, наверное, цепляются, потому что... Ластпик, Пудж. Да, цепляться больше нечем. Ну и шансы пока есть, и я думаю, первые минут 12-15, возможно, станут решающими. Для команд, и вот кто именно завладеет этим Early Game преимуществом, я думаю, что затем и в целом сегодняшняя игра останется. Мне почему-то хочется, чтобы это... Станкинг прям по таймингу вышел на курицу и приговорил ее к отсутствию на 2 минуты. Ого, Станкинг, это вообще законно? А это законно. В куре ничего не было. Да, жалко, что этим же самым ROS не занялся. Да, все-таки успела доползти фласка ОД, а то стоять в миде без хила не самое приятное. Но уже, уже хороший разгон для FDL. Такой, знаешь, потенциал и небольшая помощь от саппорта команды FDL. Ну, а на топе, возможно, будут проблемы. У товарища MGW его цепляют, освиджи, ауи и ROS попытка раздамажить. Ну да, попытка действительно была. Не смогли бы, не смогли бы убить Станкинга в любом случае. У него брофстрайк вкачан и по таймингу чуть-чуть не сработались. Но как только появится крест, может быть что-то да выйдет. Ого, теперь я слышал тот звук, как будто я нахожусь в самолете. И готовится объявление от стюардессы или от... Да, я до сих пор его слышу. Интересно, слышат ли его на стриме. Тем временем MGW пытаются забрать. И кажется, его забирают, так как ТП у Станкинга нет. Он отпивается и снова попадается на торрент. Блесящая работа от SVG. И MGW отправляется в таверну. Благодаря работе саппортов слаженной. И достается ФБАОИ-2000. И мы по-прежнему висим в скайпе. Меня по-прежнему слышно, поэтому... Мне придется продолжать. А но пока что Старский не... Старский не пофиксит свой микрофон. В лесу скончался акс, закупился полностью. Тебя слышно? Я вернулся, да. Слушай, ну что-то у меня странное. Налет... Ты самолета комментируешь? Налет просто. Истребители бомбардировщиков закидали меня странными звукопакетами. Но я вернулся. Это самое главное. Слушай, но я уже боялся, что я закончусь на сегодня. Страшные вообще звуки, которые меня испугали не меньше, чем, я думаю, всех зрителей. Прошу я за это прощение. Надеюсь, это было пофикшено раз и навсегда. Но это было забавно. Да, ты пропустил Ферст Платт, и он был сделан АОИ-2000 на Сент-Кинге. И ты снова пропал. Нет, только не улетай. Неужели рейс снова начинается у Старски? Кстати, как только Старски отправляется в полет, все время происходит какая-то агрессия на топе. Но на этот раз Сент-Кинг остался в живых. На миде неудачный выход. Тебя слышно. Да, я продолжаю какие-то странные проблемы испытывать, которые ниоткуда из никуда. Но если буду пропадать, я слежу за игрой. Это, наверное, самое главное. Во мне борется этот обсервер с комментатором. И когда комментатор не может выполнять свои функции, обсервер старается максимум угодить этого Старипчанскому. Но, надеюсь, больше не повторится. Это, кстати, не могу выяснить причины. Я уже не попытался пофиксить все, что было можно, но... Ну, может, само собой пройдет. А Пуш с ТП и Сапогом пытается всячески угодить не обсерверам, а роумерам. И в миде пока что у него это не выходит. Он не смог выхукать Энви. И сейчас его нашел СВЖ и снова попадает торрентом. СВЖ практически торрентом не промахивается. Посадил на крест. Сюда же делает нахт. Выход. Есть агр. Агр второго левела. В целом, Акс пятый. Ну и как-то оставили на четвертого в покое. Плюс 747 смотрит сверху. Ага. Астрал. По таймингу торрент. И не задумывается куша. Торрелану делает фраг. Я не знаю. СВЖ отлично играет на кодке. А что случилось с 747? Почему он просто отошел от Пуджатка? О, я вижу, что у тебя проблемы. Пора отсюда сваливать. И просто на четвертой передаче свалил подальше. Ну а что он может сделать? Чем он может помочь? По-моему, у него стрела бы была в КД. Да. Что поделать? Говорит. Ну и зачем ты взял этого Пуджа? Я тебе даже помогать не буду. Даже не смотрю на тебя. На все максимально печально покайнул. Четвертый, кстати, прилетел снова в мид. Попытается Энви поймать. На сапоге. На сапоге хухает. Так. А что будет дальше? 3 секунды Астрал. Дабл Старфол по Энви. Этого не хватает. К сожалению, Старфол был бы левел 3. Удалось бы убить. А так нет. Спрятали в итоге 0-4. Спокойно отсюда Энви ушел. Еще и свержи на подстраховочке. И вот так же ничего особо не сделаешь. Зелал ТП Oracle. Теряют время FDL. А Энви все живы. Да. Количество именно потерянного времени команды FDL может обернуться проблемами где-то ближе к все же Early, Midgame. Но я все же еще верю в FDL. У них есть еще минут 5, наверное, на такие ошибки. А дальше ошибки уже, скорее всего, будут непростительными. 0-4. Опять это охота. И теперь Роуз может подставиться. Роуз. А он может. Мне кажется, подставится. Ну-ка. Нет. На Тоненького. Не вышло. Не фартануло. Опять какие-то проблемы. У этого самого Пуджана. Очень рисковое мероприятие. Брать парня с ненадежным вот этим вот станом, с ненадежным контролем. Не вышло. Да, действительно, я уже упоминала о том, что Пудж хорош тогда, когда есть дополнительный контроль. Будь то ОД, который запихает в астралы в этот момент. Пудж будет подкрадываться, подходить и попадет Хуком. И сможет замедлить Ротом. Будь то ШД или Леон. Ну, любой нормальный адекватный стан. Но Оракл это не тот стан, который нужен Пуджу. И Мирана со Стрелой тоже не то. Так что пока что я не знаю, чем этот Пудж хорош, зачем он нужен. Но тем не менее, несмотря на все эти неудачные выходы, 0-4, Транквил и левел 3. Не знаю откуда. Он же W. Проблемы. Его снова на Крест. Его снова на Торрент. Его Вагр. И все, по-моему. Нет, он копает Баро Страйк. И пытается сбежать отсюда. Беги, Лола, беги. Но ТП Аута не чем сбить. Да. Угадывает отсюда, но так же он играет. Потрясающе. И еще фраг достается Аксу. Он зря сюда пришел. Докупил себе стики. Транквил у него уже есть. Левел 7 Акс. В то время как вот тот самый Сент Кинг, который тоже вроде бы хард. У него левел 4. И Роуз может быть даже подставится. Стэн Кинг сзади обошел. Но Роуз великолепная реакция. Телекинезис откинул его просто в угол швырнул котенка. Хотя котят лучше конечно же не швырять. Это образное выражение. И Тирадин на топе падает под напором команды НП. И Ауи уже готов идти вперед. У него уже 170 сроки и его многокопии. Да. В общем можно переключиться на общую ценность. А именно на нетворс, если они все еще не включены. Заметить, что несмотря на спушенную Т1 вышку. Например у Ивдель она еще не упала. Топ. У творс все-таки лайфстиллер. Ну Бин вообще максимально странный здесь парень. Несмотря на первую нетворс у него Транквилл. Я мне кажется первый раз вообще в профессиональной доте вижу Транквилл на лайфстиллере. И этот очень глубокий по своей мысли мув от Бина мне непонятен. Ну вот когда он будет? Так подожди. А Транквиллы можно разобрать? Первые 10 секунд исключительно. А их нельзя разобрать? Уже нельзя. И если бы иметь... А вот ты видишь счетчик? Ты видишь счетчик как раз считается, считается. Может он разберется? Нет, этот счетчик исключает Транквиллы. Ты сейчас не права. Нет, это там счетчиком не видно. Но это реально. Те 10 секунд, которые можно продать артефакт, равно разобрать артефакт. И Бин этим временем не воспользовался. Может быть хотел заобузить и не смог. Проиграл в абуз. А может быть... Даже не знаю. А может быть этот Транквилл и Радик? Я не знаю. Честно говоря, я тоже давненько не видел на насилера Транквиллов. Единственное логичное предположение, что их можно разобрать. Но Транквиллы разбирать уже нельзя давно. И что тогда с этим делать? Верить в себя остается. Единственное, что остается с Бину, мне кажется. 4300, его первая нетворственная карта, не совсем оправдывается. Вот когда такие артефакты подъезжают, попытка цепануть нахта. Но, мне кажется, Акс вообще игнорирует эти жалкие потуги товарища Оракла. Ну, я говорю с Транквиллами. Я в последний раз видел лайфстиллеров при Радике. А так обычно лайфстиллеры это что? Это фейсбуцы, это армлеты, дезоляторы, что-то в этом роде. Ну, Эхо Сейбры еще, возможно. Ну, 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 ну. 2400, и он их держит на руках. То есть подозрительно. Абсолютно. Максимально подозрительно. А Деваур от Eternal Envy уже идет на вышку. И эта вышка проседает. Терадин Тауэр будет падать. Глиф Фортификейшн как попытка удержать давление команды Энпи. Но, ребята, из Энпи Куджа находят. Ну, что делает этот конкурент? Он снова попадает торрентом на боте. И в итоге 0-4-му не удается сделать ТП. Здесь же вот четверо растерзали. Спрятали, кстати. В Астрале не удастся заданиться, я так понимаю. Отличная работа от Eternal Envy. Он делает ТП на мид. На миде вышка все еще не упала. Правда, Глифа нет. Но ее сможет ОД задефать. Подпрячет сейчас Оракла. И Оракла зацепили. У Оракла нет шестого левела. У него вообще он пятый. Еще подстанели Мирану. Удастся ли ультануть? Капла двоим. На кресте успела СВГ вернуть Мирану. Потрясающая игра. И фиг после этого Оракла. Когда можешь забрать 747-го? И, кстати, после Астрала он умрет. Нет. И умирает и добивает СВГ. Добивает также и вышку. Рос, красавчик. Ты поняла, чем застанели Мирану? Рос ворует у нее эру. И отдает в ответ. Лютый тип этот Рубик. Выигрывает время для СВГ. Но СВГ, конечно, его торренты. Это что-то максимально жесткое. Да, он на липе. Он на липе смог зацепить. Это отличная реакция. Саппорты феерят у НП. Жуть какая-то. Ну и ребята из команды FDL. Со счетом 0.5 уже проигрывают команде НП. 2000 с небольшим монет за НП. За ними же двушечка по экспириенсу. И надежды команды FDL на победу в этом матче тают. Постепенно, потихонечку тают. Тем временем у лайстилера 3-100. И, как мы предполагали, наверняка это будет радианс. Иначе зачем же еще копить деньги столь большие и покупать транквилы? Знаешь, мне очень нравится тактика радианса и какой-нибудь там Эншент. Когда Эншента нечем убивать. Но когда против тебя. Давайте считать. ОД. Я парень простой. У меня аркейн орб чистым демеджем наносит урон. Дальше. Террор Блейд у него в форме, я говорил, около 170 демеджа и иллюзий. И все это будет быстро разваливать товарища Эншента. Ну и не знаю даже, какие выходы будут из ситуации. Сколько он просидит в этом Эншенте? Зачем? Ну, я так понимаю, что он в любом случае берет радик, во-первых, чтобы бороться с иллюзиями. Во-вторых, чтобы подольше жить. Смотри-ка, подкоп по-троиму. Очень хороший. Тем не менее, Стэн Кинг уже облетела стрела. Стэн Кинга казнили. Получится из-за 5-мжи. А вот он из Энтри и подцепил Кунка на крест. Возвращает прямо на корабль Энджи. Минус 2. Продолжает Энфи доминировать. И фраг забирает, кажется, Этернал Энфи. Удастся? Да, да, да. Совершает серию убийств. У Энфи уже 3-0. И по миду заходит сейчас Энфи. 0-7. Без ошибок. 0 ошибок. Похоже, ребята прониклись игрой OG на том самом, по-моему, Манильском мейджоре, где OG в сухую смогли завершить свою серию. И пока, пока удается. Попытка здесь подраться была с Мираной. Зацепить ее пытался Аксевич, но Мирана делает тэп-аут. И на этом все. Минус вышка, кстати, в миде. Ну, все замечательно. Пока что у Энфи дела идут в гору. У ОД практически готовый форстаф. У Акса даггера 1400 сверху. У Рубена такие вспомогательные сапорские артефакты. Пока он ничего не берет, потому что он фулит. А у Кунки левел 6 сапог и 700 лд сверху. Плюс капля. Подкопался МГ вине удачно. Снова сентри, снова торренты. Удастся ли его добрать? Да, удается. Потому что Борстрайк уже потрачен. Лайфстилера забирает Энфи в соло. Ну, это, по-моему, уже начало конца. Это 9-0 и... Это 13-ая минута пудж 5-го левела. Я не поверил в пуджа. Я говорил о том, что контроля может не хватить. И Хуки, когда ты даже Хуком не можешь попасть в твоего вытащенного на кресте тиммейта. Вот тогда для тебя все заканчивается. 747-ой. Снова торрент. Снова от Нахта. Агр. И еще один приговоренный к смерти. Ну, 0-10. Мне кажется, Эвдель еще на стадии драфта подзакинули этот драфт. Ластпикнули пуджа. Как будто уже изначально ни на что не рассчитывали. И вся их игра говорит о том, что они пошли на попятное. Да, и знаешь... Я предполагаю, что еще 7, ну максимум 10 минут, и ребята из Эвдель сдадутся. Просто-напросто это невозможно терпеть. Команда НП набирает артефакты. 6400 на Творц у Ауиа. 6300 у товарища Янови. 5800 у товарища и на Лайфстилере. Но там еще даже Радианца нет. То есть это те деньги, которые по сути не работают. Эти плюс 60 к урону. Лайфстилеру сейчас не дают ничего. Ну я не понимаю. Я не понимаю, что происходит с командой Эвдель. Их котик на логотипе должен бы их, казалось бы, подбадривать. Но что-то не идет. Ломаются драфты. Ломается игра. Подфиживают. Ошибаются. Как-то нерадужно выглядит второй матч. Третий, точнее, по счету матч для Эвдель. Может быть устали. Хотя, мне кажется, к третьему матчу наоборот. Нужно раскликиваться, а не уставать. Слишком уж маленький стрик матчей для профессиональных игроков. Но что будет дальше? Эвдель пытается что-то фармить. Бин, видимо, решил дособирать Радианс. Очень опасно прожимает Рейдж. И после Рейджа его кто встречает? Это Этернал Энвей. Но не стоит туда идти. Ясное дело, потому как там четверо могут зацепить. Кстати, Оракл тоже имеет прискорбное течение дела. У него шестого нет до сих пор. Это уже пятнадцатая минута игры. Даже путь шестой себе откуда-то наскреб. А касательно общего положения счастья, зачем? Мы слишком, даже вот я чувствую в нашем голосе эту ноту разочарования и грусти. Мы так прям тленную атмосферу эту сеем. Надо подбодрить. Эвдель, вперед. А можно ты будешь бодрить? Я буду расстраиваться за Эвдель, потому что мне реально их жалко. Но, опять же, у них не все потеряно. Они отправляются в сетку лозеров, если проигрывают. Они еще не проиграли, что важно. Но и в лозерах не все потеряно. Там комплексити, которая не в самой своей лучшей форме. А значит, можно в гранд-финале будет встретиться еще раз. Такая опция есть. И посмотри, за Эвделями в погоне находится команда НП. Здесь Роуз и Натч пытаются найти Бинас МЖДАЛЬЮ, но друг друга не увидят. Просто тэпа вот и делают. Как они разлетелись на юг, видимо. Зима наступает. Но ничего страшного. В 747-й фармит лес. Это попытка доделать Аганим. Но Аганим не скоро явно. Аганим не скоро. И для 15-16 минуты игры для Мирана это плохой результат. 11-й левел отсутствия Аганима. Появляется Рошан. В смысле появляется Рошан. Стоит Рошан. И нужно бы его НП забрать. А кто там сможет? Террор Блейд силен копиями. Ауи вряд ли будет прожимать метаморфозу, чтобы без копии ломать этого Рошана. А без метаморфозы у него 100 дэмэджа. Это немного. Забавно. Лайфсивер залез в Энчента. Просто даже без Радика. Байсит, кстати. В итоге Энви поймал стрелу. А это разводняк, который удался. Минус Энви, по всей видимости. Нет, это Ауи спасает с помощью Сандера. Великолепная игра. И Энви остается жив. Но за малым. Кстати, за малым не убили. Да, не убили. Это была неплохая попытка прикончить ОД. На самом деле он выживал бы даже если бы этого Сандера не произошло. Но тем не менее это смотрелось так красиво. Так что засчитаем это за сейв. Засчитано. Я думаю, что если бы не было Сандера, могли бы дальше идти агрессировать. Да, мы ожидаем. И возможно к чему-то бы привело. Но, например, могли бы за этим вайпаться об товарища Террор Блейда. Ибо у него второе нетворство на карте. Отстает он на три монеты от Энви. То есть максимально серьезный Типас. И Энви опять под хвостом кук. Опять мимо. Что случилось с 04? С 04 случился пудж. А ОД на 17 минуте. Случилась Пика. Плюс ПТ у Акса. Блинкдаггер и обратка. У Рубика Аркана. У Террор Блейда Яша. Плюс Драгонлендс и ПТшка. У Кунки вскоре будет готова Линза. Но все-таки кружит. Кружит, как стая воронов вокруг Рошана НП. Но и туда же подтягивается и в зель. Кстати, в смоках. У Санкинга хоть и нет даггера, но все же эпицентр есть. А они не на Рошана собрались. Они собрались на Акса. Есть ли какой-то вижен. Как они сюда вообще пришли? Как они собираются драться? Бин без Рейджа. И Энви спешит его подхватить. Выхукать не успели. Это отличный Астрал. Сюда же должен был вносить Торрент, но Торрент, к сожалению, Торрент в КД. И пока что подставляется только Стэнд Кинг. 730 его прикрывает. Попадает в Нахту. Это хорошее попадание стрелы, потому как именно Акс и мог бы зацепить. Астрал. Подкоп от Рубика и Рубика хватает. Возможно, не очень хорошо он смогли. Выживи. Ну, Рубик, выживи. Ауэй зашел в спину. Это просто развал от команды НП. И смотрел потерю двух бойцов, а именно Акса и Рубика. Они смогли справиться с четверыми. Викит всегда Этернал Энви и можно отправляться на Рошана смело. 747 постарается выиграть хоть немножко времени. Да и Аганим параллельно дофармить. Он в миде крипов развлекает. Но Рошан упадет быстро. Дэмэджа более чем. 12 интеллекта украденным товарищем Энви. И внутренний враг продолжает разваливать товарища Рошана. Да, Рошан падает, падает, падает у Алиса. Достанется этот Рошан либо ОД, либо Ауи. Возможно, все же все-таки Элдэ он будет пушить, потому что метамофозис, как мы знаем, имеет довольно крупный кулдаун. Ну и что, это будет попытка зайти на ХГ? Или все-таки мы начнем с Т2 и Т2 на топе и на боте? Да, наверное, есть смысл и сплитить эти... Опа, попался Уоракл. Мы купили Энви. Ну, Энви Аегису, ну, в принципе, не страшно. Сюда же Тистерла. Минус Аегис. Нахт пока что не может никого заагрить, у него блин в тулдауне. Вгрызается Минус в Роуза. Роуза за Север, отлично. Забирается в Энчинта. Это единственный скип, который вы можете придумать. Это хорошая придумка, вы знаете. В итоге потеряли тольфы Рубика, подкопали сюда же Энви. Энви также убирают. Оп. Па. И еще один, ты посмотри. Похоже, это запруха. Для 0-4-го, 747-й, наконец-таки, Эрроу доезжает до Адресата. И триплкил от 747-го стоило, называется, взять Аганим. И он полторашку сверху тут же получил. Минус Аегис и минус 3. Интересно. Это 300 по графикам. А вот и хук. Да, да, да. Стоило его ждать 20 минут. Стоило, знаешь, как супероружие. Держали в себе и, наконец, начали хуками попадать. Минус Курьер, правда. А где слился Курьер? Курьер в миде. Крипам. Там же больше никого не было. Ну, может быть, да. Может быть, и Крипам упал. Что поделать. Рассмотрим, как изменились артефакты у FDR после этого тимфайта. У Мирана практически есть блинкдаггер. Ну, у Орока пока что нечего рассматривать. У Лайфстилера Радик и 1400. На самом деле, не очень много Лассилера Уиви. Скажется, не ему досталась большая часть фрагов. У Пуджа появляется линза, что действительно хорошо. И вот что немаловажно и что действительно супер, это то, что у Сент Кинга есть блинкдаггер. Ну, а не кажется ли тебе, что мало одного даггера на том же Сент Кинге? Все же 21-ая минута и нужно. Этот самый Аганим, если хотят контрикеры, да, именно в этом, я думаю, была задумка. Вряд ли о чем-то другом. Лагает Сент Кинг, просит паузы. Одну минуту, если возможно. Будут решать какие-то проблемы? Конечно, хотелось бы побольше. Хотелось бы побольше артефактов для СК. И они, в первую очередь, именно ему нужны. Среди членов команды FDL. У него всего лишь 4000 членов NetWars. И было бы неплохо иметь где-нибудь под 7. И уже практически этот Аганим в кармане бы держать. Но игра складывает совершенно по-другому. Совсем недавно счет был 7 на 0. И то, что ситуация хоть как-то, хоть чуть-чуть поправилась, дает надежду. Дает. Если подраз, так еще раз. И да, Аганима негадалеко. Действительно, закинули NP неплохо. Шанс, которым должны были FDL воспользоваться. Шанс, который, не знаю, может быть, рассвет какой-то заврежил. Вместе с этим тимфайтом для команды FDL. Они отыграли немало денег. У них появилась, может быть, даже уверенность в собственных силах. Быть может, быть может. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Плюс ко всему, я бы не заметила за лайстилером какой-то неуверенности в игре. Или растерянности по игре. Он спокойно фармил. Имел топный творц. Вывесся радик. Мог бы, конечно, пораньше, если бы не погиб от UD. Но, тем не менее. Все у него более-менее шло по игре. И сейчас он в этом самом менчете, на которого ты, казалось бы, не рассчитывал. Ну, это спасало, спасает тимфайт. Вот тот тимфайт, который завязался в районе энчетов на топе. Именно этот мув и спас. Он спрятался в энчета, его не смогли зафокусить. И драка растянулась. Драка растянулась настолько, что выбили Aegis и сделали минус 2. Кстати, это тот самый дракон, в котором сидит ластилер. Просишь, что я тебя перебью. Которого перерисовали в Ольве недавно. Да, его перерисовали? Да. Он же был страшным вообще. Он был некрасивый. Да, он был страшный очень и очень. А сейчас он мега крут. И лапки. Посмотри, как он держит лапки. Он просто милаш. Ну, кстати, этот милаш может что-то и перевернуть. Возможно, для NP ты права. Но получится или нет, у NGW не получается, видимо, ничего. Раз он решил вообще отключиться от матча. Надеюсь, вернется к нам. Надеюсь, это переподключение. И технические проблемы будут решены. Ну, дракон очень жесткий. Он имеет сплэш-атаку. У него также есть аура, которая дает дополнительную броню всем союзникам в определенном радиусе. И фаербол. Посчитай, просто посчитай, сколько наносит фаербол. Если его в драке удачно расположить. У него длительность 10 секунд и урон 85 секунд. То есть 850 демажа. Это же жесть. Это очень много. Математика верна. За исключением небольшой разницы, что не все это дойдет. Поскольку нет никакого даже гипотетически возможного товарища Вейла. То минус 25% точно от этого считаем. Но цифры серьезные. Это пример, как Джакира с собой карманного ручного носить. И готовы, по-моему, команды паузу отжимать. Так оно и есть. Ну да, это, конечно, не огненный ковер, который может разложить Джакира. Но, тем не менее, все равно неплохо. Лучше, чем ничего. Я бы сказал так. Да, и Роуз, и Нах, смотри, на топе кого-то дожидаются. Они могут дождаться всю команду и в Диэль. Например, Станкинг и МГВ заходят здесь в смоках. И 747-й на себя байтят. И мне кажется, этот байт может удастся. Возможно. Ждут. Да-да-да, ждут прибытия сюда, Джо Дэд. Так, согласись, СССР-7-го, подкапывает МГВ и врывается. И порой не разудился по-двоему. Отлично. Ну, и Нах, не вылезался никому. Еле живым уходит. Его подставил Оракл. Оракл теперь самому уйти. Еле живые, еле живые. И в Диэль. Тем не менее, два минуса не сделали. Теперь Мунлайт. Мне кажется, удастся уйти здесь в Оракл. Если... А, есть корабль. Корабль летит и попадает. И выкидывает. Ну, и четвертый они его, посмотри, они его просто раскатили. Жалко, один мембра нет. Можно было бы его загрызть. Здесь же это ВОД. Был бы очень красивый минус, на самом деле. Никто бы помочь не смог. Ну, а так, размен 2 в 1. В любом случае, в пользу FDL. Да, действительно, размен на пользу FDL. И в графиках мы это видим. 1.300 монет заработали Фрэз Эдикейшн Лафт. Они нанесли 3.800 дэмэджа. 4К были за НП. Но с фокусом оказалось чуть лучше. Да и разменялись на дешевого Оракла, что тоже немаловажно. И 747-й остается на линии. Он продолжает байтить на себя. Но сейчас нету маны. И, наверное, стоило бы уйти. 747-й, не заигрывайся. Прошу тебя. Даришь ты надежду своей команде. И убежит. Так и получается. Некому сейчас туда лететь. Некому его цеплять. Некому на него забайтиться. И, думаю, во второй раз уже такая фишка не прокатит. Это НП сосредоточится и вспомнит о том, что произошло тогда, когда такие забайтились. И были не в полном составе. Что ж, по артефактам у ОД помимо Пики еще не появилось ничего. Вот у него вот этот Войтстоун такой вкрадчивый. То ли это потенциальный оленкад, то ли это все-таки Хекс. У Акса должен появляться БКБ. И он начал с Огрклаба. У Рубика помимо Арканы чего. У ТБ начало с Кадди. Ну, а у Кунки... Кстати, не дособрана линза. Он себе в какой-то момент, вместо того, чтобы апнуть линзу, взял урну. Кстати, я не уверен, что это хорошее решение. Потому что линза, она вот Пуджи, она свою приятную роль играет. И рейндж Хукао 04-го стал получше. Смотри, смотри, смотри. Этернален под Вардом на топе спальгился. Его еще с Канером прощекали на всякий случай. Подкапывается МДВ. Он это сделал. Сюда же приходит Мирана. По таймингу стрела. Спрятал он СК, но шансов выжить кажется нет еще. Правда, зачем-то Сент-Кинг себе забрал фраг. Ну, какой? Оракл забрал фраг. Сент-Кинг хорош, да, действительно. Сент-Кинг просто в наглую. Как же это тяжело воспринимать. А СВГ спасаться должен отсюда. СВГ зря подставляется. Ему нужно бежать. Как говорится, быстрые ноги ничего не боятся. Мулайт Шэдоу. Команда Эвдель прячется в тенях. И никого не находит. Нужно пушить Кир-2-вышку. Возможно, подразвести кого-то из команды НП подставиться. Ибо Хук достанет. А на боте, на боте, смотри. Саклиенчат. Не верю на Эвдель этого убить. Мулайсира, кстати, все еще есть. Тимбейт. Он уже не в КД. Смотри, он соло пытается расправиться. Знает, что Агарскую давние. Рейдж. Типа. Великолепная работа. И, насколько нам известно, Сандер не сбивает, к сожалению, тупа Алта. Да. Да вообще мало что сбивает. Разве что Аксевич мог бы сбить. Но тогда бы самого Эншнта раздамажить не получилось. И в итоге потрачено. Идет тпшечка на топ от Энви. Энви тут же под Хук. Ай, как ошибся, сейчас МГВ. Но нужно сюда качать Эпицентр. Есть Эру. Есть Эпицентр. Очень дорого, но очень надежно. Он забирает команда Эвдель Энви. Энви третий раз в Таверну. 0-4 подставился. Эх, ох, как он забирает СВГ. Он выигрывает время. Он останавливает возможную погоню. И с ценой своей жизни, по сути, в Энви разменялся. Это нереально круто. Пусть по деньгам НП заработали на 60 больше. Но тут очень важно, кто зарабатывает деньги. Акс и Кунка неважно. А вот Мирана максимально жадный. 747-й, нужны ему артефакты. После даггера Аганима, мне кажется, можно идти в Эзерил и какой-нибудь догон. Алло, интересно, что будет на лайфстилере. Сэнджент Яша или же это будет Манта. То есть лайфстилер с рейдингом и Мантой. Это то, чего мы не видели, пожалуй, слишком давно на профессиональной сцене. Но пока что, как мы видим, это работает. Вот в тот момент, когда вчетвером на пароле СНП на лайфстилера, да, с попыткой его убить, наверное, не стоит на него все-таки вылазить. Естественно, по страховке, правда, Оракл. Нет, все равно разворачивается и правильно делает. То есть он вырвался из Энчента, да, на Аксы и на четверых и смог их прилично раздамажить и уйти. Представь, что будет с этим лайфстилером, если у него появится еще какая-нибудь, хотя бы, Кераса. Так оно и будет. Рано или поздно мы в это верим. Я думаю, что и ФДЛ в это верят, и НП в это верят. Вот, но кто окажется прав, мы или враги даже не знаем. Товарищ Стэн Кинг, во что ты пойдешь? Аркейный Сибида собирал, Сентряк есть. Какая-то, знаешь, что это пятая пятиция в деле. У меня больше всего вопросов вызывает. У Стэн Кинга нет ни Форсика, ни Линзы. Он какой-то максимально бедный, что ли. Помочь ему хочется. Ну, потому что Пуш фармит, он вообще ничего не покупает. Я не заметил ни одного Варда, ни одной Сентрия от Пуджа. То есть вся ноша, вся ноша именно на Оракли. И поэтому то, что он состилил последний фраг, а он его все-таки состилил. Ну, пусть так, потому что, ну действительно, откуда ему еще деньги брать? Не знаю. Где-то же находился на 147-й на первой карте. Подкупал, воровал. Не знаю, какие есть варианты. А тут смог разбивать команду и в ДЛ, и возможен выход. Стиллер, не видишь? А, он в миде, в миде летает. Он все фармит. Он продолжает фармить. Своя игра. Залетает в вражеский лес, в то время как его команду уже в районе вражеского леса не нашли нахту, но зато нашли пункту, подкопали или сделали очередной фраг загулявших НП. Внимание, вопрос. Сколько еще НП будут ходить по одному, по двое? Когда они поймут, что наконец нужно, как и в первые 20 минут, собраться в пятером и начать дубасить команду ФДЛ? Ну, я тебе объясню, я такой комментатор-аналитик, почему НП сейчас не дерутся в пятером. Потому что они уже не могут, потому что в драке не слабее. Потому что ОД, возможно, сейчас задумывается не над Хиксом, а над БКБ. Потому что ТБ нужно сейчас уже фармить артефакты не для того, чтобы драться с командой, а для того, чтобы убивать одному пятерых. А сейчас он этого делать тоже не может. Вот у него только с Кадди, возможно, еще нужно был кинг-бар сверху добрать. Пока они слабее. В общем, проблема слабее в пятером, нежели чем ФДЛ. Вот как-то так все получилось. Я бы на месте Энви задумался о том, что не надо ходить на лайн, где тебя уже дважды приняли одному. Снова Тир-2 вышка ломается, снова Энви туда подходит один. Что с ним не так? Так, смоки решают все-таки на ответные действия НП. Они рассчитывают на то, что с Кадди поможет справиться с командой ФДЛ. Почему-то мне в это верится с трудом. Почему-то мне кажется, что Найкс сейчас будет посильнее. Но хотя все зависит от тимфайта. Именно то, как себя поведет Сент-Кинг. Не будет ли в молоко его станы и эпицентры. Получится ли все делать грамотно. И если да, то мне кажется, Ауви не сможет ничего. Си анала стилеры, ты видел ее? Так, 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 Стан-Кинг стоит. Такое посреди поля батит на Си-747. А отреагировал на выход Роуза. Меня вот смущает, что будет после Си у товарища Элеса. Я надеюсь, что пойдет в какой-нибудь башер на драку. У Кираса, может быть, все-таки, не знаю. Контроля, в принципе, достаточно. Если на четвертый попадает Хуками, Дизмембером. Ну да. И еще у Мирана, кстати, почти готовый Эзерил. То есть это будет Миранка с Эзерилом-одогонщиком? Я не против такой Мирана. Я помню такую Мирану от Сумаила. И там эта Мирана внесла какие-то миллионы дэмэджа. 3-300 на руках. Кстати, можно за Гилл Сонгом сходить, если ему не нужен байбэк. 747-й тебе нужен байбэк? Нет. Это для слабых. 747-й без него справится. И, возможно, какой-то выход в мид. Попытка за Гангой здесь может подставиться гуляющий. Ауи-ауи. Не знает ничего о перемещении ребят из Эвдел. Но они все-таки чувствуют. Чувствуют, что враг где-то рядом. Вот пошли разведочные иллюзии от ТБ. Бегают они тут там. Рассматривают карту. Ну, а Эвдели уже не боятся показаться. Уже торопятся раскрыть свое местоположение и забрать Т2 на боте. И как только они Т2 на боте заберут, останется только одна Т2 вышка на миде. Ну, знаешь, мне больше всего нравится, когда как раз таки распушивают дальние стороны. Если ты теряешь мид, это в принципе не страшно. Ты постоянно на миде гуляешь. Мид короткой линии, его легко отпушить. А вот края... Вот за краями карты тяжело уследить. Если ты вдруг где-то там в драке забылся, пошел стоять под хайграунд, под вражеский завист, там можешь потерять легко сторону, ну или хотя бы Т3 от банальных крипов. И снова 0-4 на своей суперпозиции. Я выхакую, а вы даже этого не заметите, окажетесь в таверне. Но, кажется, без боя НП отдают Т2 на боте. И можем будет отойти. Может быть, можем будет отойти на Рошана? Да, БКБ себе ЛТ купил ванкликом. Оно того стоило. Это правильное решение. Сейчас уже не до хиксов. Сейчас НП вы уже не доминируете. Но благодаря БКБ нужно будет хотя бы вступить в драку. Да, все так и есть. 747-й бежит. Что он тут находит? Ничего, фарм опять ищет. Я жду, когда появится гем у одной из команд. Здесь нужно раздеварды. Здесь нужно не дать спейса оппоненту. Нужно запереть его на базе. Для этого, собственно, гем и девардинга. 0-4 могут быть проблемы. Посмотри, как же глубоко находится НП в лесах. Ребята, FDL, похоже, не верит в возможность такого резкого выхода. Я что-то не понимаю. У Террорглэда появился Худ. Вот. То есть слот он занял путом. Глубоко. Глубоко мыслит, видимо, Ауди. Ауди. Как, конечно же, Ауди. Ауди. Ну, Вольво, Ауди меня потянуло, видимо, на автомобильную тематику сегодня. Я не знаю, почему Ауди берет себе ходу в Дефайнс. Почему вместо этого не взять что-то более на драку. Засады сзади идут. Все видят прекрасно. Но нет Мираны. Мирана есть Трэвэлла. Она уже делает ТП прямо на вышку. И подозревает НП, что их собирается догонять. Вот подкоп по Ауи. Его спрятали. А стоило его прятать вообще. Скоро будут рассказывать о Смитинге. Но пока нет. Будут их укипывать хоть что-то. Мемес, кстати, вскрылся и убил Рубика. Сейвит. Отличный сейв. Я скажу одно. 0-4. Хук. Мимо. Ну а что? Это хороший контроль для команды. Если этот контроль ни к чему не приводит. Если не может никого хукануть. Если не может никого жрать. Если команда FTL за счет того, что как раз-таки 0-4 встает далеко, чтобы быть в позиции для хука. Он оказывается не в позиции для драки. После хука, которым он промахнулся, он бесполезен. Оставляет свою команду вчетвером драться. И НП впятером, разумеется, сильнее. Ну я считаю, что печально. Когда драка завязывается. Когда Лассилер настолько далеко. И вроде бы как команда в целом давит. Санкинг является инициатором. И не кастует сразу. Акс. Посмотри на троих. Цепляет. У Санкинга проблема эта. Киленблейд. Это таверна для него. Минус Санкинг за 747-м погоня. Девауэр наваливает. Очень больно. Пошел Крест. Копия разваливает лицо Миране. Но Крест, чтобы выиграть время. А тут сторону теряет команда. ФДЛ 747-й дает Эрроу. Эрроу никого не ловит. Но минус сторона. Минус сторона. Разворачиваемся на Рошана. Уходим на Рошана. И Рошана можно забрать совершенно спокойно. Ничего не будет. ФДЛ угрожать. Потому как Санкинг 35 секунд еще в таверне. Ну и что это значит? Это значит, что ФДЛ, которым только-только стоит нарастить свое преимущество. Они тут же берут и отдают его. Буквально дарят. За счет каких-то неграмотных тимфайтов. Максимально провальная позиционка. Кунка. Рецепт Пайпа. Ничего себе. То есть это худ от команды НП для товарища Террор Блейда. И отдельно Пайп для SVG. Ну, ТБ такой разовый. Видимо, разовый артефакт. Это несколько тимфайтов на парочку. Потом он продаст. Купит себе что-нибудь еще. Но, на самом деле, дорогое приобретение. Не знаю. Так, так, так. И бежит в Инвизия Акс. Мирана, естественно, ничего не позревает. Ничего не видит. Стащили Старфол. Поднялись. Сейчас Рубик все раскастует. На кресле возвращают Мирану. И забирают. Забирают ее Роуз. Благодаря как раз Старшторму, который стащил. И об этом, конечно же, не знают ребята из НП. Но у товарища Мираны Байбека нет. Да, Байбека нет, по-моему, ни у кого есть в деле. У кого-то есть. Сейчас я открою. Подожди. Нету у Сэнскинга. Нету у Оракла. Нету у Лассилера. И у Мираны тоже нет. Проблема серьезная. Байбек исключительно у Пульша. Ну, 0-4. Хороший. Ну, вот. Не попаду хуком, но буду держать Байбек. Все нормально. Ауи отдает Аегис Энви. Энви же уплотнился. И что? На Хекс копит? Да, теперь можно при наличии БКБ спокойно выйти в Хекс. И Хекс будет скоро, прескоро. Опять? А, Энчин-то сагрил. Слушай, а там же сидит Лайфстилер. А Лайфстилеру удастся ли уйти? Потому как уже почти откатился Агр у Акса. Да, откатился. Плюс Даггер. Если бы догнали, они что-то могли бы забрать. Но не догоняют. Мувспид. Все решает Мувспид. И отсюда Древний Дракон уносится. Ранквилы решают. Ничего не говорит. Ранквилы себя трижды оправдали. Очень команда FDL сейчас, знаешь, такую очень опасную игру стала играть. Они пошли по острию ножа. У ребят один байбек на всю команду. Нет, это та же ситуация и у НП. Но вопрос в том, что у НП с меньшей вероятностью на хайграунд будет заход. А вот FDL сейчас рискует как раз-таки получить какой-то выход от НП. Там Айгис. И есть явно желание этот Айгис как-то реализовать. 747-й Майл Штром не Даггон под Эзериал. Мне это, кстати, не очень нравится. Я считаю, что все же Эзериал плюс Даггон это был бы легкий минус. По кому-то из, не знаю, по Кунке, наверное, скорее всего, могло бы это и получаться. А с другой стороны, нельзя забывать о том, что у Рубика имеется пассивная возможность в помощи Нул Филда еще на 22% сопротивление магии поднимать. Возможно, поэтому в Пайп и Кунг пошел. То есть хотят вообще, кстати, который дособирал, хотят вообще защититься. Да, защита от магии у НП высокая. То есть, возможно, и правда, выход в Майл Шторм не самая плохая идея. Но тогда на Эзериал, считай, деньги потрачены практически впустую. Потому что дэмажи наносятся и так много за счет Пайпа. Но с другой стороны, и Лайфстиллер, и Мирана, они вдвоем закупаются просто полностью артефакты для борьбы с иллюзиями. Да, вижу я уже Мьёльнер, который затарил себе товарищ ЛС. Ну и Лайфстиллер, что дальше? Ребра, наверное, какой-то Муншард, Абюссал Блейд. Таких артефактов ему не хватает. Чат по-прежнему возмущается, что и ты, и я употребляем такое сочетание слов, как Станкинг. Они по-прежнему считают, что мы называем так герои. Ну, знаешь, исходя из аналитики чата, здесь собрались там 1-2к дауниче. Так это должно правильно называться. И, разумеется, для нас Станкинг это Станкинг должен быть. В скобочках нет, ибо это никнейм Оракла, если кто-то вдруг еще не понял. Но если кто-то не понял за 37 минут, то я боюсь, мы с тобой бессильны. Зря ты думаешь. Какое 37 минут прошло, мы с тобой комментировали позавчера ночь, позапозавчера ночь, и сегодня мы комментируем уже 2 карты. И всегда Станкинг вроде употреблялся даже без наличия Станкинга в карте. Ну, не верили нам, может быть думали, что мы видим 11-го героя на карте, ведь для любого 2к это же нормально. Ладно. Ох, опускаешь ты часик, он взорвется. Ну, на самом деле, я считаю, что даже дело не в необразованности дотерской, скажем так, зрителей. Просто какой-то подхейт, очень жестокая комьюнити. Жестокая. Ну, русская комьюнити давно признана самым жестоким. Настолько же жестокий, как и товарищ Бин, который попытался подставиться, но в Moonlight Shadow спрятался и убегает уже от команды NP. Драка на развороте невозможно, в принципе. Акунг ловит 5-секундную SWG и отдыхает. Я жду, я жду пуш от NP, который завершится по тере, как минимум. Тир 2 тавора, а скорее всего, еще и тер 3. Нужно подниматься на хайграунд, нужно уничтожать и аннигилировать. Гален, кстати, на этот раз не дракон. Для лайфстилера, а значит, будут проблемы. Ой, появился Сатаник у Акса, Блокинг Барб плюс Шадл Блейд. То есть, он хочет инициировать очень неожиданно. И мне кажется, что у него это может получиться. Вот он уже стоит в инвизе, ждет момента. Минус продлится достаточно долго, пайп прожали. Ауи пушит хайграунд, промахивается хуком 0-4. Впрочем, традиционно Ауи поймал стрелу. Вот Бетхук сейчас. В итоге Меме срывается и прожимает Рейшер. Посмотри, как ему больно. Вынужден провязать ульту сейчас. МГВ под поп только по Ауи. Ауи живет, Ауи сейчас Сатаник. Хороший Эклипс. Минус Путш, минус Сент Кинг и Оракл. Оба они отправляются в таверну. Ну и осталось прикончить только Миранус. Чем он пи справляются без труда. Что, заслуженная победа команды N.P. Они проходят в финал. Финал, который состоится завтра. Состоится он, если память меня и зрение не подводит, в час ночи по московскому и киевскому времени. Ну а нас после небольшой, разумеется, рекламно-музыкальной ждет финал сетки лузеров. Ребята из Complexity против команды Dedication Love, разумеется. И ребята из FDL будут сражаться. У них еще один шанс и еще одно Best of 3 через несколько минут. Взглянем на графики, да и уйдем на паузу. Я думаю, хотя на графиках я не вижу никаких неожиданностей. Да, я их тоже не вижу, зато мне удалось прованговать. N.P. выходит в гранд-финал, и теперь я не ошибусь, рассказав вам об этом. Да, поздравляем команду N.P. Ну и, как я уже говорил, в деле ждем на еще одном Best of 3 противостоянии. И у них последний, на этот раз уж точно последний шанс. Небольшая рекламно-музыкальная, после которой к вам вернемся. Напоминаю, что для вас Старский и Автодистракшн комментируют. Подписывайтесь на наши соцсети. Есть мы и ВКонтакте, есть мы и в Твиттере, разумеется. Ну и в официальной группе DotaStarLadderTV тоже вам необходима, если за саммитом 6-м собираетесь следить. Кстати, именно в этой группе есть на наши соцсети ссылки. Поэтому DotaStarTV ваш выбор в ВКон, разумеется. Ну и сейчас немножко музыки.